Меня зовут Вера Белоярская, я продакт-аналитической системы MyTracker. Это система для сайтов и мобильных приложений, продуктовой и маркетинговой аналитики. Сегодня мы с вами будем говорить про самую, наверное, для вас очевидную тему – работа в команде. При этом, на самом деле, о ней редко говорят, но с точки зрения вашей работы, будущей, эта тема очень значима, потому что вы очень часто, большинство продуктов очень часто спотыкаются именно в тех моментах, когда им нужно с ним договориться, когда им нужно организовать командную работу, и это влияет и на сроки, и на эффективность, и на конечный результат. Пару слов по мне. Я закончила Новосибирский государственный университет в 2011 году. По образованию я социолог, поэтому все истории сказдеваний – это вот прям мое родное. Если у вас будут вопросы в течение курса, приходите, пожалуйста. Чем, в принципе, я занималась? По большому счету, я продукт B2B, по крайней мере, долго. Я была именно классическим B2B-продактом. Изначально свой путь я начинала как маркетолог, потому что 8-10 лет назад в принципе такой профессии, как продукт-менеджера, не было, и всем этим начинали заниматься маркетологи или разработчики, или кто-нибудь еще, и потом они уже превратились в классических продукт-менеджеров. Что я делала на заре своей деятельности? Я создавала рекламные продукты для телека, для интернета, для рекламных агентств. И работала в компании, которая сейчас называется Национальный рекламный альянс. Это селлер рекламы на всех телеканалах и на всех крупнейших интернет-ресурсах. Чем сейчас я занимаюсь в Майтреке? Так уж случилось, что я попала в мейл, и, соответственно, моя задача всегда – это для начала разобраться, что у нас сейчас с продуктом, выстроить его стратегию долгосрочную, там, 1-3-5 лет, проработать на основе этой стратегии тактику, как мы приходим к этой цели, и дальше уже вести все задачи, которые приведут нас к этой цели. Все, естественно, по возможности, потому что все ты в одного никогда не сделаешь. И, естественно, потому что я социолог, каждый день, каждую неделю, каждый месяц я провожу бесконечное количество козделов. О чем вообще будет сегодняшняя лекция? Для начала мы буквально чуть-чуть с вами проговорим, почему важно уделить внимание такому направлению, как командная работа. Дальше мы с вами пройдемся по тому, а что такое хорошая команда, из каких критериев она складывается, как группа людей превращается в команду – это следующая тема. У нас будет с вами небольшой перерыв, если я правильно помню, у нас перерывы короткие. Дальше проговорим как раз о ролях в команде. О том, из каких членов состоит команда продакта. И затронем немножечко тему того, как правильно ставить задачу. Давайте сразу исходить из того, что продакт может быть. Я просто вижу все вопросы, которые связаны с поиском людей, с руководством и так далее, с мотивацией. Мотивация, естественно, для продакта всегда нужна, чтобы мотивировать команду, потому что он, по сути, лидер. Но вы сразу должны понимать, что есть ситуации, когда продакт является непосредственным руководителем команды. И тогда он набирает при помощи HR-ов, при помощи других сотрудников полностью всю команду. Это не совсем правильный кейс. Все-таки правильнее, когда продакт является частью команды. Просто это очень важная и значимая часть команды. Это, по сути, человек с навигатором, который ведет всех остальных. Такой лидер. Вот это вот прям классическое понимание продакта. Мы переходим с вами к первой теме. Вообще, почему мы об этом говорим? Представьте себе такую ситуацию. С ней столкнулись практически все мои знакомые продакты. Ты замечательный продакт, который выучил всю теорию, который прошел все курсы на ура, который попробовал что-то сделать самостоятельно. То есть вот прям стартап, опыт предпринимательской деятельности. Приходишь в большую корпорацию, у тебя грандиозные планы сделать пятилетку за год, а то и за полтора. И ты попадаешь не в тот коллектив, ты начинаешь, вернее, даже с тобой начинают конфликтовать люди, и все твои грандиозные планы рушатся, а пятилетка вместо пяти лет делается за десять. Это на самом деле очень-очень-очень частый кейс, который продактов демотивирует достаточно сильно. Именно поэтому в самом начале лекции у нас достаточно базовая, простая, сегодня сложных каких-то вещей не будет. Мы будем говорить об очевидных вещах, о которых вы тоже знаете, но на самом деле, когда вы приходите к моменту X, они у вас в головах не всплывают, и вы не делаете то, что нужно делать. Если вы когда-либо пытались создавать свой стартап, а мне кажется, что вы наверняка пытались или, возможно, прямо сейчас пытаетесь, то вы слышали фразу «инвесторы вкладываются не в идею, а в команду с идеей». И это всегда так. Если вы пройдете в какой-нибудь российский акселератор, то когда вы зададите им вопрос, а на основе чего вы отбирали проекты, то там будет два критерия. Или у проекта уже классная сходящаяся юнит-экономика. Об этом юнит-экономике мы с вами попозже будем разговаривать. Или у проекта классная команда, и мы в нее верим. Самые прекрасные примеры командной работы вы, конечно же, можете видеть в спорте. И, в принципе, идея командной работы пошла из спорта в бизнесе, как таковых кейсов того, что смотрите, как помогла командная работа сделать какой-то продукт. И вы не увидите. Все заслуги обычно отдаются лидеру. Но просто никто не думает в этот момент, что этот лидер еще не умудрился собрать правильную команду, заложить в нее правильные процессы и довести, собственно, до той стадии, когда они, правда, закончили продукт. Если вы посмотрите на какие-то сделки и покупки стартапов крупными компаниями, то вы увидите в них и там подслеживаете историю. Это можно сделать даже подписавшись на какие-то каналы а-ля канал Александра Горного про стартапы. В общем, если вы подслеживаете историю, то вы увидите, что очень часто стартапы покупаются не ради самого стартапа, а не ради самого продукта, а ради той классной команды, которая делает этот продукт. В том числе Facebook так периодически поступает, когда они покупают какой-то проект. Проект может быть классный, но они покупают его не потому, что верят в проект, не верят в проект. Они этот проект убивают, а команду встраивают к себе в структуру для того, чтобы она сделала что-то похожее, но совсем другое. Теперь расскажите мне, пожалуйста, как вы считаете, по каким критериям можно понять, что команда хорошая? Опять-таки, включаем микрофон или пишем в чат? Давайте я скажу. Мне кажется, что можно сказать, что команда хорошая, если она уже продемонстрировала какой-то качественный результат. То есть можно оценить команду по ее результату. Хорошо. Наличие сильного лидера. Можно сказать, ну, как бы результаты, это не всегда, как мне кажется, показатель того, что команда работает хорошо. Потому что результаты команды – это вещь, которая уже прошла. А на данный момент команда может переживать не самые лучшие времена, потому что у членов команды может быть выгорание, которое чередуется. Потому что есть такой прекрасный и очень простой тест, тест Белбина, есть прекрасный и простой тест Адизиса, который ищет человек, какую роль в себе лучше всего, какая роль лучше всего расходит в качестве человека. Если в идеальной команде от пяти человек, то в ней все роли покрываются по несколько раз, по два-три раза. И может быть так, что у одного человека выгорание, но его роль перекрывается. Тогда, да, это команда, которая очень хорошо функционирует. Но может быть так, что выгорание у той роли, которая не покрывается. И тогда команда развалится. Да, все верно. Ребят, еще комментарии? Спустите большое. Так, все открыто высказывают свое мнение. Да. Коммуникация между членами команды. Да. Узнать, как выходили из проблемных ситуаций. Частично, потому что, да, вы узнаете. Это в любом случае прошлое. И непонятно, что происходит с командой прямо сейчас. Выполняет задачи в срок. Да, это один из важных критериев в том числе. Конфликты не замалчиваются. Можно сказать, что да. Важно конфликт проговорить. Каждый член команды хорошо понимает уменьшение задачи, лидер грамотно их ставит. Да. Каждый член команды знает, что нужно делать в определенный промежуток. Блин, ребят, вы прям отличные. Команда людей с едиными ценностями. Да, каждый делает свою работу на уровне и понимает, что от него в том числе зависит успех всей команды. Да, все правильно. Вопрос только в том, что когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, работа в крупной корпорации, это очень часто стрессовая ситуация, когда ваша загрузка стабильна на уровне 120%, люди не всегда об этом вспоминают. Вот о всем том, что вы говорите. Именно отсюда рождаются все конфликты и отсюда рождаются все сложности. То есть кто-то не вспомнил, хотя знал, хотя он там психолог по образованию. Кто-то даже и не заморачивался этим вопросом. У кого-то просто больше нет сил, да, действительно он выгорел. Так, мне кажется, они также умеют поддержать, понять друг друга и помочь в случае трудностей. Да, это вот прям, это уже даже больше, чем команда. На самом деле есть четкая грань, я не думала давать вам это в сегодняшней лекции, но есть грань между семьей и командой. В какой-то момент команда действительно может превратиться в семью. Это хороший кейс, но не всегда, потому что от этого может страдать вашу производительность. Давайте пойдем дальше по лекции. Достаточно большое количество компаний пару десятилетий назад начали изучать вопрос того, а что делает команду классной, что делает команду эффективной. И в том числе, естественно, этой темой, как многими другими, вы можете почитать, у Гугла есть отличное исследование, правда, старое на тему того, кто такой хороший менеджер. Вот, в 2016 году, даже чуть пораньше, они озаботились вопросом, что важно для того, чтобы команда была эффективной, каковы критерии хорошей команды, от чего это зависит. И в 2018 году они опубликовали результаты проекта «Аристотель». Что это за проект? В течение двух лет они изучали 180 команд с хорошими или плохими результатами, неважно. Они изучали их с точки зрения четырех оснований. Первое – то, насколько команда исполнительна. Второе – как сама команда себя оценивает. Третья история – как лидер команды себя оценивает. И четвертое, естественно, классический KPI, насколько команда вообще, в принципе, выполняет, достигает необходимого уровня продаж, если это про продажи, выполняет все намеченные KPI так, как было запланировано, и достигает результатов бизнесовых. И в итоге они пришли к тому, что самые важные критерии, по которым можно говорить, по которым можно предсказывать, что команда будет успешна, они примерно следующие. Во-первых, это психологическая безопасность. Вы правильно заметили очень в чате, я помню точно, что кто-то писал, что каждый может высказаться. Поверьте мне, в реальных компаниях это далеко не так. Именно поэтому я об этом вам и рассказываю. Очень важно, чтобы каждый член команды, вне зависимости от его темперамента, мог высказаться, мог не бояться выдвинуть какую-то гипотезу, не бояться быть осмеянным, потому что я очень часто это вижу. Я очень часто это вижу на статусах с разработчиками, когда какой-то разработчик предлагает новую идею, у него там другой тип. Он, в принципе, больше там уходит, например, в инновации. Он инноватор по своей роли. Он предлагает какую-то новую идею. Тимлит его в этот момент останавливает, говорит, нет, это какая-то фигня, даже не разбираясь, что дальше. Все. Если это разработчик достаточно закрытый, он замкнется, и на протяжении, я не знаю, следующих шести месяцев ничего выдавать не будет. Команда от этого очень-очень сильно потеряет. Вторая история. Надежность. Это про то, что вы всегда делаете то, что вы обещали. Ну, простыми словами. Вам кажется, что это очень очевидный, наверное, кейс, но при этом в индустрии сейчас распространена просто поголовно, распространена поголовная история, когда вы что-то обещаете, дальше сроки едут, вы обосновываете это. Почему? И они могут ехать так очень долго. Я вижу такие кейсы в большом количестве компаний, не только на уровне взаимодействия между какими-то локальными компаниями, а даже когда компания говорит, что она что-то сделает, ну, там, дает релиз, опережающий маркетинг так называемый, о своей будущей новой фиче. Там какое-то время это было очень популярно. И говорит, что выпустит она ее к такому-то числу. И дальше это все не происходит. И с точки зрения надежности, естественно, очень важно, чтобы сам, в первую очередь, лидер в нашей ситуации, продукт, тоже был надежным, потому что команда смотрит на своего лидера. Если вы что-то обещаете и не делаете, печаль, ваша команда будет делать точно так же, и это все с нежным комом развалится. Структура и ясность. Об этом вы тоже писали, вы большие молодцы. О чем этот пункт? О том, что, во-первых, каждый должен понимать процесс вашей работы совместной, что сейчас он это сделает, отдает тому-то, дальше идет по цепочке, и в конечном счете получается результат. И он должен понимать, зачем он это делает. То есть это все должно быть заранее объяснено. Третья история – значимость. Это на самом деле про значимость работы для каждого конкретного человека. То есть у нас очень часто мотивация к работе у людей разная. Кому-то важно получить галочку в резюме, что он поработал в такой-то компании, и больше ничего ему не важно. Кому-то важно набраться как можно больше опыта для того, чтобы шагнуть дальше. Кому-то, в принципе, важно прийти в компанию и работать 10 лет. Вот это вот все нужно заранее по-хорошему понять. И каждому из членов своей команды по возможности эту значимость рисовать. Рисовать, естественно, будете или вы, или их непосредственный руководитель. Воздействие на результат. Это пункт, который говорит о следующем. Каждый член команды должен понимать, как его работа или ваша совокупная работа влияет на цели компании. Если мы говорим, что у вас компания равна вашему проекту для малого-среднего бизнеса, то тут все проще. Когда мы говорим о большой корпорации, это бывает не так-то просто. Мое определение, что такое хорошая команда, исключительно на основе моего опыта и моей крови, потраченной на всех моих проектах. Первое. У команды все правильно. Должна быть общая цель. Ну вот, например, мы хотим обогнать Google Analytics. Это на самом деле не очень хорошая цель, потому что цель должна быть конкретной. Мы хотим занять такую-то долю рынка в течение такого-то периода времени. Это более конкретная цель, более прикладная. Понятно, как ее достигать. Более того, такой спорный момент, но я вам его транслирую, а дальше будете думать. Цель команды для каждого члена команды должна стоять даже выше, чем его собственная. Приведу пример. Человек понимает, что что-то его не устраивает на текущем работе. Вот он работал, работал, понял, что, блин, я что-то повышение не получаю, надо бы поискать новую работу. При этом у него стоят какие-то задачи, перед ним стоят KPI годовые. Он понимает, что он этого, скорее всего, не сделает. И вот если у вас команда хорошая, несмотря на то, что его основная цель сейчас найти другую работу, в ситуации, когда у него есть один час, и он может потратить это или на цели команды, или на свои личные цели, он будет тратить это на цели команды. И это действительно так работает, тысячу раз в этом убеждалась. Состав команды закрывает все необходимые компетенции. Тоже вы об этом говорили. Не обязательно при этом, чтобы у вас была полная команда. У вас какой-то человек на первой стадии, когда вы только развиваетесь как продукт, может забирать на себя сразу несколько ролей. То есть ты можешь быть и продуктом, и дизайнером, если можешь. Верстальщик может быть верстальщиком и дизайнером. Ты можешь быть и продуктом, и аналитиком. То есть у вас есть цель, и есть определенное количество ресурсов, с которыми вы эту цель можете достигнуть. И здесь нужно вместе с командой просто говорить, что да, мы сейчас по таким-то задачам уходим к тому-то, тому-то. А в будущем будем искать, например, человека. Каждый член команды хорошо понимает свою зону ответственности и работает в ее рамках. Это очень важный пункт, потому что, когда вы, например, приходите в уже существующую команду, это значит, что или для вас открыли роль, и вы будете заниматься функционалом, который до этого никто никогда не делал, и это прекрасно, или кто-то что-то не успевал делать, и этот функционал отдали вам. При этом есть человек, который чувствует внутренне, что это прям его, просто времени не хватало. Каждый член команды мотивирован в качественном исполнении своей работы, и в идеале, естественно, его текущая работа – это зона его интересов. Это вот как раз-таки про то, про мотивацию. То, что он делает, ему нравится, он понимает ценность этой работы для себя, он понимает ценность этой работы для своего будущего. В команде выстроен процесс работы над задачами. Каждый из членов команды его хорошо понимает и принимает. На самом деле, очень частая боль в современных компаниях. Процессы выстраивались достаточно давно. Когда ты приходишь, они уже наполовину не работают, их нужно выстраивать заново. В команде развита культура коммуникации и найден общий язык. Сложнее всего вам будет найти общий язык с командой разработки «Естественно». Приведу примеры. Например, вы ставите задачку. Сделайте мне какой-нибудь отчет динамики какой-то метрики в течение дня. И вот если вы не конкретизируете, что такое день, а день это может быть календарный 24-часовой день, сутки, или это световой день, каждый разработчик может понять по-своему, ничего хорошего не будет. Это вот прям максимально утрированный пример. На самом деле, в те моменты, когда вы будете писать statement of work, ТЗ, называйте это как хотите, для разработчиков у вас по-хорошему в рамках вот этого документа всегда должен быть свод терминологии, которую вы будете использовать. И эту терминологию они должны окнуть. Да, бэкграунд разработчика поможет лучше наладить общение с разработчиками, только есть второй нюанс. То есть разработчики, они люди достаточно практичные. Прошу прощения, я отвлекусь на то, что говорят в чате. Разработчики люди практичные и не мыслят в будущем. Очень редко. И тут нужно компенсировать и очень хорошо прокачать вот эту вот способность продуктовую, анализировать рынки. Мы об этом сейчас тоже чуть попозже поговорим. И видеть, что будет актуально в будущем и идти к этому, даже если сейчас к этому предпосылок не так много. И вернемся к тому, что такое хорошая команда. Последний пункт. Команда самостоятельна. Я очень часто видела ситуации, когда команда держится исключительно на своем лидере. Например, это CPO. И это значит, что люди без разрешения CPO никуда не двинутся. И это значит, что будет промедление. Всегда в решении любых задач. Поэтому и вы должны привыкнуть к тому, что пару раз вы согласовали что-то с CPO, пока вы не CPO. Когда вы будете CPO, вы должны приучать своих продуктов к ответственности и самостоятельности. Но вы приняли решение не потому, что вы самоуверенные, а потому, что вы все проанализировали, все продумали. Соответственно, вы принимаете это решение и идете его реализовывать. Не ждете никого. Что делать, когда нет четкого разделения паралям в команде? Отказ брать доп. Обязанности рассматривают как нежелание помочь. Чуть попозже я к этому вопросу вернусь. Анастасия. У вас сейчас по этому блоку есть какие-то вопросы? Нет. Пока нет. Хорошо. Соответственно, как понять, что команда плохая, резюмируя все это дело? В команде постоянные конфликты, в команде как раз-таки нет четкого разделения паралям, в команде не прописаны процессы, члены команды не понимают, что они делают и зачем они это делают, главное. это все бывает действительно так, особенно на двух периодах развития продукта. Первая – это стадия взрывного роста. Вторая история – это когда вы уже выросли, вы уже стали большими неповоротливыми, у вас появилась бюрократия в процессах, вот тогда люди начинают теряться. тогда становится уже непонятно, что мы делаем, зачем мы делаем, потому что есть много разных кусочков, они живут каждый в своем мире. Как создать общий язык, на чем он базируется? Последний пункт на прошлом слайде. Договориться. Ну, то есть, смотрите, когда вы приходите в какой-то продукт, в какую-то нишу, там уже есть принятая терминология. С точки зрения работы с дизайнерами, опять, мы вот дальше будем проговаривать как раз-таки, как ставить задачи. Я думаю, там мы этот кейс и закроем. Самая важная тема – как из группы людей превратиться в хорошую команду. Хорошими командами, слава богу, не рождаются. И если вдруг вы когда-то попадете, придете куда-то работать. И так все сложится, что сразу у вас будет прекрасный коллектив, максимальная слаженность, но это вам очень повезло. Вы один на миллион. Мне в свое время понимание этой темы, того, какие этапы проходит команда в своем развитии, очень помогло не опускать руки, когда я понимала, что мы простаиваем задачи не из-за решения каких-то личных конфликтов. Итак, достаточно большое, естественно, количество исследований. Какое-то время назад исследователей задались вопросом, собственно, какая этапность у группы в процессе превращения ее в команду. Варианты таких этапов разные. Я приведу вам ту классификацию, которая ближе всего мне, которую я наблюдала в рамках своей деятельности. Она достаточно простая и универсальная. Итак, американский психолог Брюс Такман в 65-м году разработал и представил модель развития, ну, он представил модель развития социальной группы. Это очень все в любом случае хорошо ложится и на команду тоже. Изначально в этой модели было 4 этапа, потом он добавил 5-й, но мы этот 5-й рассматривать не будем, потому что он слишком позитивный. Итак, 4 стадии, которые проходят любая группа, как вы видите на графике, формирование команды, шторм, нормализация и эффективная работа. И вы очень хорошо можете отследить здесь максимально простой график, как стадия коррелирует с производительностью группы. Естественно, самая низкопроизводительная стадия шторма, она же самая интересная и самая долгая. Давайте теперь поподробнее про каждую из этих стадий поговорим. Стадия первая. Формирование. Когда происходит? Когда вас собирают как новую команду, вы, в принципе, работали в рамках каких-то других подразделений, или когда вы приходите куда-то в коллектив, он мог уже состояться, но вы новенький человек. Сразу начинается перетасовка функционала, ролей, кого-то это может задевать, все, начинает заново формироваться команда. Как правило, стадия формирования это все еще, она короткая, она похожа на конфетно-букетный период. Все люди максимально осторожны, максимально вежливы, никто ничего не понимает, но пока люди стесняются об этом говорить. Чем характеризуется эта стадия с точки зрения вашей работы. Продакт, руководитель, лидер, неважно, максимально вовлечен во все процессы, то есть вы лезете и в разработку, и в верстку, и в аналитику, и в дизайн, и в тех документацию. Вы просто везде для того, чтобы, в принципе, побыстрее вникнуть и понять, что и как работает. Участникам команды, соответственно, так как вы везде, непонятно, почему вы везде, участникам команды непонятно, кто за что отвечает и место каждого в команде. Процессы тоже не зафиксированы, люди ведут себя максимально насторожно, как я и говорила. Что здесь очень важно? Для того, чтобы вы как группа, как команда, сформировались, как хорошая команда, сформировались быстрее, вот на этом этапе продакт, именно продакт, должен, во-первых, зафиксировать цели команды. Что мы делаем и зачем? Транслировать это всей команде. познакомиться с каждым членом команды, понять мотивацию, прописать и согласовать правила взаимодействия по реализации задач, то есть процесс, обязательно оформить это в виде документа, потому что то, что не было зафиксировано, потом 10 тысяч раз скажется, что нет, этого не было, это все было на словах, не помню, я спал, у меня было плохое настроение, и вообще это не про меня. И по возможности вы зафиксировали цели, вы сформировали документ о том, как мы работаем с точки зрения процесса, и, естественно, вы говорите, вы раздаете, фиксируете зону ответственности каждого, говорите, ты отвечаешь за вот это, ты отвечаешь за вот это, ты отвечаешь за вот это. Люди, как правило, на этой стадии просто кивают, говорят, да, все хорошо, мы пошли работать. Опять-таки, вот прям сразу весь не буду вам говорить, фиксируйте все в письменном виде, очень вам поможет. Дальше, самая интересная стадия, когда все люди познакомились и как только к вам прилетела первая значимая задача, начинается стадия конфликта. Чем она характеризуется? Во-первых, взаимодействие между участниками группы не командная, а личная, то есть ты на стадии шторминга, на стадии, господи, на стадии формирования команды успел с кем-то познакомиться получше, кто-то тебе как человек понравился? Скорее всего, ты пойдешь к этому человеку в первую очередь, когда начнутся какие-то вопросы. Да, вернусь к этому по поводу письменной фиксации. Стадия конфликта. Сбилась. Взаимодействие между участниками группы не командная, а личная. Вы познакомились с кем-то до этого, кто-то вам понравился, скорее всего, вы будете взаимодействовать в первую очередь с этими людьми. Это уже неправильно. Вторая история. Мнения по тому, как должна задача выполняться, отличаются. Потому что каждый хочет показать свою значимость и то, насколько он молодец и эксперт, и он будет, и он готов до последнего в команде отстаивать вот это вот свое видение, потому что это сейчас параличное. Моральный дух команды в этот момент на низком уровне. Если случаются конфликты, то они могут носить затяжной характер. Во-первых, там, я не знаю, первый показатель того, что вы находитесь в этой стадии, в том, что у вас какой-то конфликт, особенно если вы, например, на удаленке будете работать, будет в виде пятичасовой переписки в Телеграме просто вот с всеми возможными сложными ситуациями и переходом на личности. К решению конфликтов часто привлекается руководитель. То есть вы, как продакт, не можете что-то решить или вы новый продакт, а старая команда привыкла к руководителю. И в такой ситуации они просят или вы просите привлечь руководителя для того, чтобы конфликт был решен. Это не самая хорошая ситуация, но так действительно бывает. Что здесь в принципе важно сделать? Во-первых, важно не бояться входить в открытый конфликт. Самое ужасное, что может случиться, это если вы что-то замолчите на этой стадии, потому что потом вам придется к этому в любом случае вернуться, когда это вас совсем начнет напрягать, но будет сложнее. Опять-таки, конфликты желательно проговаривать с точки зрения аргументации каждого, что вам здесь поможет в ваших конфликтах. Вам поможет все то, что вы до этого прописали. Вы должны были прописать как раз-таки цели вашей работы, процессы, как строится процесс, кто кому идет, зачем, почему, и зоны ответственности каждого человека в команде, потому что именно по большому счету на этом уровне проблемы и возникают. Например, у вас есть новенький дизайнер, который что-то придумал по интерфейсу, его раньше не было, а тут интерфейсом занималась вообще вся команда целиком, и темледы, и писатель технический, и верстальщик, и они начинают говорить, ой, нет, все вообще не так, зачем ты это придумал, не потому что они лучше знают, как правило, дизайнер является экспертом в своей области, а потому что они просто привыкли к тому, что раньше они решали эти вопросы, и вот в этот момент пожалуйста вернитесь к тому документу и скажите у нас ответственный такой-то, такой-то. Если вы считаете, что результат его деятельности недостаточно хорош, даете конкретные критерии, где вам кажутся, могут быть проблемы. Если он в состоянии ответить на каждый из ваших аргументов, то результат его деятельности хорош, и мы его принимаем. Ну и соответственно, да, это как раз та история, когда вы говорите, обсуждаете с командой проблемы, слушаете всех членов команды и пытаетесь найти решение через аргументацию проработку проблемы с разных сторон, всегда возвращаясь к тому, что вы это делаете не потому, что вы классны, а потому, что у вас есть конкретная цель, конкретные сроки ее достижения. Что вам важно понимать? Во-первых, на этом этапе отваливается достаточно большое количество, может отвалиться достаточно большое количество людей. Я видела такие примеры, когда команда начинала формироваться, человек понимал, нет, это не то, мне так не нравится, и просто переходил в другую команду. В рамках большой компании, в рамках большой корпорации, слава богу, есть такая возможность перейти в другую команду, а не искать себе новую работу. В стартапе стадия конфликта, она длится буквально пару месяцев максимум. В рамках большой корпорации это может занять год, а то и два. Именно поэтому, для того, чтобы здесь вам было проще, как вы можете решить, как вы можете упростить себе жизнь в рамках конфликта, в рамках этой стадии, пожалуйста, на первом этапе, еще раз вам говорю, зафиксируйте цели, процессы и ответственных. Потому что у человека просто не будет выбора. Обычно на этой стадии люди говорят, а я там тогда не подумал, я вообще с этими процессами не согласен и с целями и целей я не понимаю, давайте мне еще раз. Вам приходится потратить на это немножечко времени передоговориться, опять-таки, с точки зрения аргументации, почему. Ну, то есть ты можешь привести какой-то конкретный аргумент против такого процесса, который, например, что этот процесс усложняет вам работу, а не просто, что он тебе не нравится. Дальше. Еще раз зафиксирую, вот эта стадия самая долгая, может идти вплоть до пары лет, если никто из топ-менеджмента не уделит этому внимания. третья стадия, стадия нормализации. Вот тут вот можно уже начинать говорить о том, что группа начинает работать как команда. Во-первых, взаимоотношения в команде уже ясны и понятны. Все какие-то личные переживания уже проговорены. Команда устала ругаться и просто пытается достичь цели проекта. Они хотят как можно быстрее решить поставленную задачу. каждый член команды начинает что-то предлагать. То есть вот те процессы, которые вы сфиксируете на первом уровне, они не статичны. Они в любом случае постоянно будут меняться и их всегда нужно будет адаптировать. Но здесь прелесть в том, что каждый член команды уже сам начинает хотеть адаптировать и улучшить ваши процессы. Конфликты бывают, но они достаточно быстро заканчиваются и вы возвращаетесь к нормальной работе. Да, если в команду приходит новый человек, то все эти стадии начинаются заново. Просто все зависит от размера команды. Когда один человек пришел, то все проходит чуть-чуть быстрее. Если прям вся команда новая, то это будет долго. Какие рекомендации есть на этой стадии, на стадии нормализации? Вы напоминаете команде о том, что вам в любом случае всегда нужно напоминать о целях вашей работы. Команда любит об этом забывать, особенно когда команда начинает наконец-таки сплочаться и чувствовать, что она семья. Я вам говорила об этом вначале. Цель хорошего отношения, цель качественной работы может заместиться целью хорошего отношения с каким-то членом команды. Это большая опасность. здесь нужно всегда это очень четко отслеживать. При необходимости на стадии конфликтов вы очень много ругались, вы очень много скорее всего отстаивали свои зоны ответственности. Вот здесь если вы видите, что какой-то из членов команды чуть-чуть все-таки начал отваливаться, чуть-чуть начал бояться, вы даете ему возможность взять на себя ответственность. То есть не все люди готовы участвовать в открытых конфликтах. Кто-то что-то скажет, но отстаивать это до конца не будет, потому что ему это просто не надо. Когда все уже будет решено и вы видите, что человек должен этим заниматься, но почему-то не занимается, вы возвращаетесь к нему и говорите вот у тебя есть зона ответственности, все согласились с тем, что ты это будешь делать, да, у тебя был такой-то конфликт с таким-то человеком, но он разрешен, вернись к этому, возьми на себя дополнительный блок работ. Поощряйте самостоятельность и поощряйте те моменты, когда ребята готовы брать на себя большую ответственность. И опять-таки здесь всегда хорошо работает вот то, что я вам говорила. Мы должны перегнать Google, ставьте перед командой достаточно амбициозные цели для того, чтобы там команда почувствовала, что вот вы оплот революции в этом мире и вы должны его изменить. Дальше. Функциональная. Самая замечательная стадия, которой в среднем можно прийти за 6 месяцев и можно идти 2 года. Разногласий нет. Каждый член команды понимает, что ему делать и делает вот ровно то, что должен делать. Более того, в этот момент вы как продакт можете уже чего-то недопонимать или в чем-то не разобраться, но в любом случае будет синергия вот этой работы, вам помогут. И да, важно, что вы в этот момент чувствуете себя как стартапы в рамках крупной организации. Вы сплотились, вы организовались, вы стали ответственными. Вы пытаетесь сделать все, чтобы достичь какой-то своей цели. В этот момент продакту, ну естественно продакту в идеале всегда нужно напоминать о том, к какой цели мы идем, но продакт может просто заниматься своей работой. И здесь очень, еще раз повторюсь, если приходит какой-то новый человек в команду, если в команде поменялись роли, ну вот опять-таки вот как был кейс, что все были линейными разработчиками, кого-то сделали Team Lidome, структура поменялась, формирование команды начинается заново. Что здесь важно? Да, там кто-то писал, если я правильно помню, очень приятно признавать, что это не мой мелочный характер виноват, а просто стадия формирования команды. Да, действительно, очень часто это не история про чей-то конкретный характер, а только про то, что вам неизбежно придется пройти все эти стадии. Лучшее, что вы можете сделать, это быть готовыми на первой стадии максимально вот все детализировать и все проговорить и держать в голове, что это просто очередная стадия формирования команды. В чате был комментарий о том, что все это зависит от людей. Кто-то заранее проговаривает все моменты и приходит к компромиссу, а кто-то молчит до столкновения. Это все верно, но по факту вы можете сразу вывести человека и сказать давай договоримся на берегу. Он вам скажет давай, вы что-то пропишете, но так как это что-то прямо сейчас человека не трогает, прямо сейчас его не заботит, он о каких-то важных и значимых вещах просто элементарно не подумает. И в момент, когда настанет вот этот день X, он к вам вернется и скажет нет, этот процесс мне не подходит. То есть да, вам всегда нужно максимально заранее подготовиться для того, чтобы не довести это все до сложной ситуации, но просто нужно быть готовыми к тому, что такие ситуации будут. И если такая ситуация случилась, не уходить в бесконечное обсуждение, а такое редкое качество для продактов, оно обычно для проджектов больше характерно, всегда возвращать и ограничивать людей с точки зрения того, что у нас есть такие дедлайны и такая цель. Это все хорошо, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, но время идет, а цель не делается, не достигается. С точки зрения этапов мы все проговорили. Очень важный момент, который вам также нужно понимать, это то, что в рамках каждой из ваших команд будут свои роли. И первая история, первая классификация, что у нас роли бывают базовые, формальные и неформальные. Формальные это ты продакт, я аналитик, а он разработчик, бэкэндер. А неформальные зависят от качеств каждого конкретного человека. И если у вас вдруг в команде неопределены формальные роли, естественно, случится конфликт, но даже когда все это определено, дальше конфликты могут случиться на основе того, что каждый несет какую-то свою неформальную роль. Я сегодня не буду рассказывать разные варианты классификации неформальных ролей, потому что я вернусь к этому позже, когда буду рассказывать о методах генерации идей, потому что там это тоже будет важно, как вы умеете работать с командой, как вы можете из каждого члена команды вытащить что-то интересное на основе того, какую роль неформальную он играет. Я расскажу о классификации неформальных ролей в команде, которую выдвинул американский психолог Роберт Хоган. Она достаточно позитивная, то есть она на основе сильных сторон каждого из членов команды. При этом слабости там тоже есть, и я сейчас буду проходиться по этому. Итак, он создал классификацию, в которой есть пять типов неформальных ролей. Первая роль. Я думаю, вы все этих людей встречали в реальной жизни, работали с ними, и понимаете примерно, какие там есть плюсы и минусы. Итак, роль первая. Драйверы. Это люди, которые говорят, давайте, вот просто здесь и сейчас нам нужно срочно все бросить и делать вот это. Очень классная и важная роль в команде, потому что она задает темп, но при этом эти люди далеко не всегда могут качественно и детально работу сделать. Драйверы всегда хороши в качестве, например, sales-off, драйверы хороши в качестве одной из ролей продакт-менеджера, драйверы хороши в дизайне. Если драйвер вдруг будет роль разработчика, восхитительно, но я таких еще не встречала. Инноваторы это люди про все новое. Они, как правило, хорошо разбираются в тенденциях, в трендах, в прогнозах на будущее. Они предлагают варианты решения старой проблемы по-новому, более оптимально, иногда, иногда не более оптимальны. Хорошо, если продакт будет инноватором, если тимлид будет инноватором. Какая проблема с инноваторами? Инноваторы, когда им говоришь, что классная технология, но мы ее сейчас не будем использовать, потому что это элементарно дороже, чем то, что мы делаем сейчас. Так очень часто автоматизацию откладывают на предприятии, потому что понимают, что автоматизация с одной стороны это классно, это уменьшит человеческие ошибки, но когда начинают считать и пересчитывать это в деньги, получается, что автоматизировать это очень дорого, а вот все так же использовать ручной труд в текущей перспективе дешево и откладывают это все. В этот момент инноваторы, которые хотели все автоматизировать, сникают и больше никаких идей не днерят. Фактически вы их потеряли. Практики. Это люди, которые твердо стоят на ногах, которые помогают придерживаться заданного направления. Как правило, практики это разработчики. Но у практиков есть свой минус. Они очень четко ориентируются на свой опыт и с ними сложно обсуждать то, чего еще нет. То есть когда у вас есть целое направление R&D, здесь очень development. И каждая задача для человека в рамках этого направления звучит как никто еще не решил, а нам надо придумать, как это сделать. Вот в такой ситуации практикам очень тяжело. Если человек объединяет внутри себя несколько ролей, это очень хорошо. Контролеры. Люди, которые будут вас скорее всего раздражать, если это не вы, если вы не являетесь контролером, потому что роль говорит сама за себя. Если это разработчик, он просто будет приходить у вас спрашивать статус, как у нас тут дела, не рассказывая ничего о себе. Но опять-таки хорошо, если продакт будет контролером, потому что это тоже не всегда так, потому что этот человек, который жестко соблюдает дедлайны, тайминги, напоминает всем о том, что ребята, пора, скоро, скоро дедлайн, все горит. Да, человек как раз таки сможет совмещать в себе несколько ролей, и важно понять заранее по каждому из членов вашей команды, какие роли в себе человек совмещает, потому что вы сможете из них вытягивать очень важное для вас и для работы. Ну и коннекторы это те люди, которые просто, опять-таки, это часто сейлзе и маркетологи, это те люди, которые могут со всеми договориться, поставить какие-то общие встречи, наладить коммуникацию, более того, они в какой-то степени могут выступать медиаторами и урегулировать конфликты, потому что у нас есть какая-то общая цель, например, если это коннектор-драйвер, который помнит о том, что нам нужно что-то сделать. В идеальном мире, когда вы набираете команду, я не должна была, не планировала вам рассказывать о каких-то вещах с точки зрения того, как подобрать коллектив, но в идеальном мире будет хорошо, чтобы члены вашей команды были разными. Это может быть немного сложно поначалу, потому что у человека может отличаться достаточно сильно картины мира от вас, но при этом он сможет иначе посмотреть на продукт и дать ему то, что вы бы не смогли в одиночку. Так, бывает ли такое, что человека нельзя классифицировать, потому что у него нет никаких качеств по этой типологии? Да, бывает, опять-таки, это одна из типологий, просто есть миллионы других, есть типологии вообще на самом деле с точки зрения негативных ролей в команде. Вот прям отдельные типологии негативных ролей в команде. Там саботажник, пожиратель времени, козел отпущения, вот это вот все тоже есть. Об этом всем тоже можно почитать. Кто тут включил микрофон, пожалуйста, выключите пока что. Опять-таки, с точки зрения негативных сторон, негативных ролей в команде. Если вдруг один уйдет, кто-то должен будет занять эту роль. В любом случае это всегда так работает. С одной стороны, да, не стоит подбирать похожих на себя людей, но при этом надо как-то понимать уровень мотивации человека и то, насколько сильно различается понимание ценности продукта. Не до конца понимаю вопрос с пониманием ценности продукта. Ценность продукта до команды доносит продукт. И когда вы берете человека, вы заранее рассказываете ему о том, что вот так и так мы хотим сделать то-то и то-то, желательно без прикрас, потому что если вы возьмете человека, пообещаете ему стрелькорбы, как часто делают и в крупных корпорациях тоже, а потом этого не случится, у человека пропадет мотивация, в худшем случае, в лучшем случае он продолжит работать, но будет это делать не очень хорошо, в худшем случае он от вас очень быстро уйдет. С точки зрения взаимодействия с вашими членами команды, в большинстве случаев проблемы будут исходить из того, что задача недостаточно четко или понятно поставлена. и соответственно здесь просто маленький объем рекомендаций, которые вам помогут с точки зрения именно постановки задач. Во-первых, когда вы ставите задачу, даже если вы продакт с тех бэкграундом, не надо давать никакого решения. Для начала нужно просто максимально подробно и детально прописать исходную проблему, что не так у пользователя, что ему неудобно, что ему непонятно, что сжирает его время, почему он не любит наш продукт. Дальше. Описать все существующие ограничения, если есть. То есть, если вы можете, если вы в состоянии, вы можете описать заранее, что у нас есть такие-то архитектурные ограничения. Если вы понимаете какие-то ограничения с точки зрения удобства использования, вы заранее фиксируете, что это не должно быть таким или вот таким. Самый важный этап. Вы должны очень четко описать финальный результат, опять-таки, с точки зрения того, как это должно работать на стороне пользователя. И с точки зрения действий, он должен сделать то-то и получить то-то. И с точки зрения ощущений. С точки зрения ощущений это всегда пользователь должно быть максимально удобно, понятно, комфортно. Дальше вы прописываете критерии качества решения. Условно, например, у меня есть задача сделать какой-нибудь новый дашборд, где пользователь набрал каких-то метрик, кликает на кнопку пересчитать и получает этот дашборд. Один из возможных критериев качества решения, в том числе, это скорость построения такого отчета. То есть, если я не задам и не пропишу заранее, что у меня отчет должен строиться не более чем за 10 секунд, то разработка об этом не подумает и может вполне себе отчет строиться и 10 минут. Такие кейсы в начале моей работы были, поэтому старайтесь фиксировать все. Если вы понимаете, что у какой-то задачи есть этапы реализации, не технические, а именно ваши продуктовые, что есть первый этап, когда важно, например, MVP, MMP, MVP, Minimal Available Product и Minimal Market Product, вы прописываете, что в рамках MVP у нас должно быть то-то-то-то-то, в рамках MMP должно быть то-то-то. Почему важно прописать второй этап и третий, если они есть, хотя бы минимально, потому что когда технический менеджер будет продумывать архитектуру, он будет ориентироваться в том числе на то, что должно быть в будущем. Если вы этого не пропишите, он может сделать что-то, что вам в будущем придется прям просто брать и переделывать. и самое важное естественно, ну не самое важное, но значимое, это ограничение по срокам. Вроде все понятно, но опять-таки мало кто об этом спрашивает и мало кто пишет, что задача должна быть сделана не позднее того-то, того-то. А еще по-хорошему надо прописать почему. То есть если у вас есть какая-то дополнительная информация, которая поможет замотивировать, ну там например, это ждут пять проектов. И проекты это такие-то. И это наши большие репутационные риски. Пожалуйста, сразу пропишите это в задачу. Это как правило ускоряет разработку. Что мы сегодня с вами прошли? Что такое хорошая команда? Как вообще стать? Я надеюсь, хорошая команда, я надеюсь, вот этот пункт вам в будущем очень-очень поможет, так же, как он помог мне. С кем в команде будет работать продакт? И немножечко мы с вами проговорили о том, как правильно поставить задачу вашим членам команды. в команде вашим членам команды. Продолжение следует...